В предгоре Алматы пришла настоящая зима. Окрестности буквально замело этим белым покрывалом. Как видите, мои ноги проваливаются в сугроб. Я уже ощущаю этот зимний морозный воздух. Был на самом деле снегопад. Опять же, начиналось все с града. Это был такой переход снег, град, сильный ветер. Но в какой-то момент падали прям хлопья снега. Ближе к вечеру уже выпало порядка 10 сантиметров снега. И, в принципе, мы уже активно работали над его уборкой. Несмотря на будний день, посетителей на Шамбулаке достаточно много. Их, видимо, завлекла сюда возможность погрузиться в настоящую зимнюю сказку. Дети и взрослые играют в снежки и фотографируются на фоне заснеженных горных склон. Приехали сюда первый раз на Шамбулак. И, конечно, для нас это было таким большим шоком. И что вот так все красиво. И то, что здесь лежит снег. Ну, снег, воздух чище стал намного. Если подняться, да и отсюда видно город весь в шапке, копоти. А здесь чувствуется вольготно дышать и жить. Снег в сентябре явление нечастое. Тем более в таких количествах, отмечают эксперты. Вчера в Алматы и в предгорных районах объявили штормовое предупреждение. Начавшийся в горах дождь закончился обильным снегопадом. Высота снега к утру составила более 16 сантиметров. Температура постепенно будет повышаться. В горных районах температура ночью завтра, 26 сентября, 0,2 мороза. А днем 8-10 тепла. А 27 сентября у нас подтепление будет, 0,2 тепла ночью. А днем 10-15 градусов в горных районах. А в городе у нас ночью 8-13 тепла. А днем 20-25 градусов тепла без осадков. Несмотря на наступление преждевременной зимы, переносить дату открытия сезона руководство Шамбулака не собирается. Оно запланировано на середину ноября.